Прошло уже 35 лет с той страшной аварией, которая потрясла весь мир, изменила сознание и судьбы миллионов людей. Взрыв на Чернобыльской АЭС застал врасплох и дал понять, что безопасность людей должна стоять на первом месте. По распоряжению главного инженера станции сделали эксперимент. Отключили четыре степени защиты, которые предусматривали от всяких неожиданностей. Или кто-то случайно кнопку нажал или еще что-то. Четыре степени. Всю систему защиты отключили и реактор пошел в разгон. В результате теплового перегрева взорвался и произошел выброс радиоактивных веществ. Облучение распространилось на 200 тысяч квадратных километров. К аварии никто не был готов. Пожарные не знали, как вести себя в зоне высокой радиации и приехали на тушение без обмундирования. Ученые не понимали, как остановить распространение вредных веществ. Медперсонал утопал в пострадавших пациентах. Местные жители ничего не подозревали, так как СМИ молчали об аварии без малого трое суток. После эвакуации населения остров стал вопрос о восстановлении разрушенных объектов и остановке радиационных выбросов. На ликвидацию последствий отправились специалисты со всей страны. Строительство началось в начале июня. Александр Филиппович возглавлял управление производственно-технологической комплектации. Наша задача была обеспечить строительство всеми строительными материалами, механизмами, машинами, запасными частями. Колоссальные объемы – это круглосуточная работа. Работал три бетонных завода, которые обеспечивали. У нас было три базы, две в Тетереве и одна была в 30-километровой зоне на границе. Закрыть источник радиации нужно было максимум за пять месяцев. Люди спали по два-три часа в сутки, работали на пределе возможностей с простейшей защитой. 30 ноября специалисты завершили строительство сооружения укрытия из бетона, металлоконструкций и свинцовых листов. Мы выполнили ту задачу, которая перед нами стояла, получили высокую оценку своей работы. И была гордость за то, что мы большую пользу принесли не только Советскому Союзу, но и на международной арене укрепили свой авторитет. В преддверии годовщины ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС в Сарове пройдет ряд памятных мероприятий. Запланировано торжественное собрание и награждение. Кроме того, в честь памятной даты Союз чернобыльцев хочет установить в нашем городе обелиск, посвященный тем, кто устранял последствия катастрофы. Решается вопрос с финансированием. Всех чернобыльцев просят позвонить и сообщить о себе по телефону 5 16 45 9 13 74 8 920 074 73 42. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.